I'm gonna walk a hundred miles I'm gonna whistle all the while Всем привет! И с вами снова я, Полина. В сегодняшнем видео я хочу представить вам вот такого-то варианта прически на каждый день. Это прическа для тех, кто любит меняться. И все, кому интересно посмотреть, как изменилась я, пожалуйста, оставайтесь со мной. If that's what it takes to make me smile I'm gonna walk a hundred miles Для создания этой прически нам понадобится иметь под рукой нашу любимую щетку или расческу для волос. Также нам пригодятся невидимки в большом количестве на этот раз. Также, безусловно, пригодится какой-то прибор для накручивания волос. Я использовала плоскую плойку, то есть утюжок. Посмотреть, как я накручиваю волосы на утюжок, вы сможете в видео, ссылку на которую я оставлю в конце этого видео. Вы сможете перейти на этот ролик, либо внизу под этим роликом. Я выбираю первую прядь от пробора с левой стороны, провожу пальцами по кудрам, чтобы разбить их. И захватываю эту прядь внизу, начиная закручивать в кольцо. Достаточно тугое, чтобы оно не развалилось и не растряслось. И закрутив прядь в кольцо, я закрепляю это кольцо на голове с помощью нескольких невидимок. Как бы пришиваю кольцо с обеих сторон. Я выбираю следующую прядь. Слегка начесываю ее у корней, чтобы придать большего объема этой пряди у самых корней. Провожу пальцами по пряде, чтобы разбить отдельные локоны и сделать их более пышными. И начинаю накручивать очередное кольцо на большой палец руки. Закрутив кольцо до той же длины пряди, что и предыдущую прядь, я начинаю закреплять это кольцо на затылке с помощью нескольких невидимок. И использую для этого ровно столько невидимок, чтобы чувствовать абсолютный комфорт и уверенность в том, что прядь придержится в таком положении толку. Закрутив две пряди с одной стороны от пробора, я принимаю за две пряди с другой стороны от пробора, оставляя прядь на затылке напоследок. Итак, я выбираю первую прядь с правой стороны от пробора, опять провожу пальцами по всей длине пряди, не расческой. Расческа слишком распушит прядь и сделает ее более неудобной для того, чтобы закручивать ее в кольцо. Просто пальцами разбиваем локоны, чтобы сделать рисунок кудре более рельефным и заметным. И закручиваем прядь в кольцо, начинаем закреплять это кольцо с помощью невидимок. Выбираю следующую прядь, слегка начесываю ее у корней, чтобы добавить ей большего объема и пышность. Длину кудрей разбиваю с помощью пальцев, проводя пальцами по пряде. И начинаю закручивать снизу пряди, закручивая прядь на большой палец руки. Дойдя до необходимой длины, я закрепляю прядь на голове с помощью нескольких невидимок. И остается последняя прядь на затылке. С прядью на затылке я поступаю несколько иначе. Я разделяю прядь на две пряди. Отводя верхнюю сторону, я сперва начинаю закручивать в ролл нижнюю прядь. Закрутив ее, я закрепляю ее на затылке с помощью невидимок. Закрепляю ее несколько выше, чем все предыдущие пряди, так как под ней мы будем закреплять ролл из верхней пряди. Я слегка начесываю верхнюю прядь у основания, добавляя ей большего объема у корней. И закручиваю конец пряди в кольцо. Закрепляю это кольцо на затылке под первым роллом. Теперь проверяем, как уложены волосы на затылке. Если нужно, слегка подправляем прическу, подчесывая пряди, отдельные пряди с помощью щетки для волос. И затем закрепляем полученный результат с помощью лака. Теперь я выбираю тоненькую прядку спереди у лица с одной стороны от пробора, отвожу ее слегка назад, закрепляю ее в таком положении, подводя основную длину невидимки под остальные пряди, чтобы ее не было видно. Ну вот и все, эта прическа готова. Надеюсь, она вам понравилась, надеюсь, вам пригодится эта идея. Так что ставьте мне пальчик вверх, если это так, потому что это поднимает мне настроение. Пишите свои комментарии внизу, я обожаю их читать, потому что мне очень важно знать ваше мнение. Также забирайте это видео, вы избранное, чтобы не забыть и не потерять этот ролик. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео, если вы этого еще не сделали, конечно. И я с вами прощаюсь и хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Будьте счастливы, довольны, радостны. Главное, будьте довольны собой, любите себя. Просто радуйте себя, балуйте себя. Потому что если вы сами этого не будете делать, то остальные вас, окружающие, даже не подумают, что вам это нужно. И что вы этого достойны. Когда человек любит себя, тогда его любят все окружающие, потому что они ценят то, как он себя ведет, как он себя подает. И им хочется любить человека, который сам себя любит, потому что это какая-то закономерность. Помните об этом. И до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!